Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Олимпийские масштабы. В ВДЦ смена открылся один из лучших бассейнов юга страны. Мисс молодежь. Анапчанка представила свой проект на всероссийском конкурсе. Ливни, шквалистый ветер и град. Экстренное предупреждение МЧС России по Краснодарскому краю. Каждый понедельник у главы города личный прием граждан. На 18 июля записано 7 человек. Это 7 житейских и человеческих проблем. Когда решение их заходит в тупик, главе города идут, чтобы найти истину в последней инстанции. Руководитель муниципального образования, сочувствуя и сопереживая по-человечески, как глава города, обязан соблюдать закон. Выслушая противоположную сторону, чтобы понять суть произошедшего. Истина непреложная. Для руководителя муниципалитета особенно. Жительницы Станицы Анапской свою жалобу на соседей, ведущих перепланировку дома без учета санитарных норм, подкрепили фотографиями, сопроводив и эмоциями. Они мебельный цех открыли на гараже на своем. И прямо к нам вот так вот. Но они нас выживают. Это понятно. Трубу прямо вывели в окно. У ребенка гастрит. У меня гастрит. Нас рвало. Мы сначала ничего не могли понять. Они топили, понимаете. Вот они в 10 часов начинают работать и заканчивают 7-8 вечера. И все время дым в окно. Сергей Сергеев готов разбираться по сути с заявленной жалобы. Но... Надо разбираться еще. Послушайте вторую сторону. И вы должны четко представлять полномочия муниципальной власти. Наше управление муниципального контроля осуществляет земельный контроль. Градостроительного контроля у нас нет как такового. Это не наше право. Сейчас вот если вы телевизор смотрите, президент предложил буквально месяц назад делегировать нам это право до трех этажей. То есть то, что касается ИЖС. Чтобы осуществляла муниципальная власть. Потому что вот эти бардаки все возникают именно по этому. Потому что мы приходим, да, земля наша, виду разрешенную использование соответствует, соответствует. А дальше мерить, ходить и все. А то, что вы рассказали по прописке сейчас, по изменению. У них есть право по упрощенке зарегистрировать домовладение напрямую в регистрационной службе. Поэтому здесь надо разбираться. Жители дома 190 по улице Крымской подозревают, что реконструкция нежилого помещения, расположенного на первом этаже пристроенного помещения многоквартирного дома, завершится открытием кафе, которое нарушит мирную жизнь спального микрорайона. Будут работать эти вытяжные установки. Они будут гудеть, они будут вибрировать. От этих мощнейших кабелей, вот тут 8 кабелей, тут видно, проведены, будет мощнейшее электромагнитное излучение. Мы будем дышать, 3 дома будут дышать смрадом. И в конце концов, это является нарушением санитарных нужд. Они будут нарушать условия нашего отдыха, вообще жизни. Глава готов помочь этим людям. Дает совет, как оформить заявление с соответствующими требованиями. А вот жильцам многоквартирного дома по переулку Северному-1, оказавшимися заложниками действий мошенников, на просьбу ввести их дом в эксплуатацию, ответить положительно не готов. Каким образом мы должны ввести в эксплуатацию? Вы не единичные, такие, которые имеют право собственности, но ни воды, ни канализации, ни электричества. Хотя людей, оказавшихся в такой ситуации, искренне жаль. За нами стоит 280 человек. Люди, которые проживают постоянно в этом доме, являются собственниками на сегодня. У нас на сегодня создано ТСН в доме, у нас на сегодня имеются договоры с ресурсоснабжающими организациями, есть разрешение на подключение света, есть технические условия на воду, то есть у нас сегодня заявка, все оформляется законно и обоснованно. У нас сегодня единственная проблема. Мы обратились в суд для того, чтобы, поскольку вы прекрасно знаете, да, говорите, что вы владеете ситуацией, вы знаете, что сегодня застройщик все, так скажем, находятся на скамье подсудимых, то есть к ним предъявлено обвинение. Застройщики на скамье подсудимых, экспертиза на безопасность данного строения не дает соответствующих гарантий. А вот я считаю, что пишет мне экспертиза. В арбитражном суде рассматривалось дело, номер такой-то, в соответствии. В ходе рассмотрения была назначена судебно-строительная техническая экспертиза. Точка. Согласно заключению эксперта, объект не соответствует разрешительной документации противопожарным строительным нормам и правилам. В части обеспечения сейсмобезопасности, а также создает угрозу жизни и здоровью граждан, так как в случае сейсмического воздействия есть опасность его разрушения. 20 июля очередное судебное заседание по этому вопросу. Сергей Сергеев настаивает подождать судебного вердикта. В социальной сфере Анапы есть много наработок, которыми мы по праву можем гордиться и которыми стоит делиться с коллегами. Такое впечатление произвели на вице-премьера России Ольгу Голодец посещение детского сада, где занимаются с ребятишками с тяжелыми диагнозами и отделение детской городской больницы по выхаживанию недоношенных и маловесных детей. С рабочим визитом в нашем городе Ольга Юрьевна побывала впервые. В Анапе ее встречали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава города-курорта Сергей Сергеев. Сегодня подробнее о визите вице-премьером в специальном репортаже. Я с Кубани! Да с Урала! Я с Кавказа! Я с Емала! Попав в этот культурно-здоровительный центр Анапы, можно с легкостью изучить географию страны. Дети приезжают чуть ли не со всех уголков России. Режим дня в отрядах премьеры расписан по минутам, в котором особое место занимает творчество, что с удовольствием показывает высоким гостям. С таким активным отдыхом особенно важно позаботиться о питании детей, считает Вениамин Кондратьев. К сожалению, сегодня при выборе поставщика продуктов главным критерием остается цена. К вице-премьеру Ольге Голодец, глава региона, обращается с просьбой внести изменения в существующие нормативы. Я считаю, что на день, конечно, сегодня нельзя экономить. Вопрос только в том, что здесь должно быть, в первую очередь, и качество. А, к сожалению, если это государственная закупка, то, конечно, в основу ложится цена продукта. Вот здесь, если это возможно, проработать, внести изменения в существующие нормативные акты, в том, чтобы в основе все-таки продуктов питания, которые приобретаются для детей, наши сегодня учреждениями, которые оказывают... И любые услуги. Любые, да. Вот здесь в основе должна быть не только цена низкая, а качество, в первую очередь. С творческим подходом детей воспитывают и в дошкольном учреждении Пчелка. Сегодня у них объявлен День цветов. В детсаду инклюзивное образование. Малыши с ограниченными возможностями в одной группе с другими детьми. Чтобы создать удобные условия для всех, комнаты оборудовали специальной мебелью, которую делали на заказ по собственным чертежам. Столы, стулья и кровати адаптированы для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По мнению Ольги Голодец, такие разработки будут очень востребованы в специализированных детских садах. Вам надо с этой мебелью выходить на выставку. По образованию вас будут покупать. Она будет очень... Это очень, это очень хорошая модель. Надо воспользоваться этой возможностью. Если выставка есть по образованию, где мебель может быть, но хотя бы давайте выйдем, делаем первый шаг. Всего в Пчелке больше сотни воспитанников. Но даже такие детсады не решают появившиеся в регионе проблемы. Краевой реабилитационный центр сегодня переполнен. Губернатор дал поручение, и мы сейчас разрабатываем программу открытия нового большого реабилитационного центра краевого. Мы вкладываем на условия государственно-частного партнерства. Потому что у нас огромное количество деток ДЦП сейчас, с которыми нужно работать. Мы все хотим собрать по одной крыши, потому что, по большому счету, если говорить каждому что-то построить, это, честно говоря, финансовая, несостоятельная перспектива. Поэтому, ну что-то делать нужно. Опустить руку или оставить их один на один с проблемами, вот это самое большое будет преступление со стороны чиновников. Во время посещения детсада затронули и тему безопасности. Как отметил Вениамин Кондратьев, в нынешнее неспокойное время охране образовательных учреждений необходимо уделять отдельное внимание. На Кубани этот вопрос уже решается, в том числе к обеспечению безопасности привлекают казаков. Мы сегодня поднимаем этот вопрос, насколько это возможно, то есть тоже на федеральном уровне поддержать нас, с точки зрения того, чтобы не сторожа сегодня охраняли детские сады и школы, а на самом деле сертифицированные частные охранные предприятия. В данном случае в крае мы подошли к охране детских школ и детсадов казачьим нашим охранным предприятиям. То есть он более организован, он структурирован, он несет ответственность. И казаки есть казаки, казаки охраняют в сегодняшний день и в будущий день Кубани своих детей. А этим малышам еще рано и в детсад, и в летний лагерь. Пока новорожденные всего чуть больше килограмма и набирают вес в отделении недоношенных детей городской больницы. Здесь есть все для оказания необходимой помощи самым маленьким пациентам. В самых сложных случаях малышей оперативно доставляют в краевой центр. Ольга Голодец, в свою очередь, интересует состояние автопарка скорой помощи. Сейчас вот Вениамин Иванович дал поручение. Мы дополнительно на Анапу, учитывая все-таки курортность, загруженность. Сейчас я вот говорю о том, что четыре машины мы выделяем. Где-то постараемся к сентябрю им дополнительно. У нас есть наши два вертолетов, они работают круглосудно, кроме ночного времени. Выполнитесь в отдельную программу по санитарной авиации со следующим. Она у нас в бюджете. Потому что это для вас тоже важно. 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 Да. Все инициативы и предложения краевой власти, которые были озвучены во время объезда, вице-премьер поддержала. Уже по возвращению зампредседателя правительства их рассмотрят на федеральном уровне. В Анапе открыт один из лучших бассейнов юга России на базе Всероссийского детского центра смена. Вице-премьер России Ольга Голодец приняла участие в официальном открытии сооружения и отметил высокий уровень исполнения. 50-метровый плавательный бассейн станет качественной базой подготовки для действующих и будущих российских пловцов. Бассейн глубиной около двух метров. У него восемь дорожек. Здесь одновременно смогут заниматься около сотни спортсменов. Старт первому заплыву дали вице-премьер Ольга Голодец, министр образования России Дмитрий Ливанов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Они отметили, что бассейн – прекрасный подарок детям, которые приезжают отдыхать в смену, что сооружение соответствует самым современным спортивным требованиям. Сооружение построили по федеральной программе «500 бассейнов», которая стартовала в 2010 году по инициативе президента России Владимира Путина. Анапченко Виктория Гладикова представила свой проект на Всероссийском конкурсе социально ответственных девушек «Мисс Молодежь». Она прошла отборы из 5000 претенденток со всей страны. Говорит, что в Москве она познакомилась с единомышленницами. В финале жюри и зрители познакомились с ее волонтерской работой. Виктория занимается с детьми, проводит различные игры и конкурсы. Говорит, что коллеги и зал приняли ее доброжелательно, хотя сама финалистка признается, что немного волновалась. Очень на сцену было волнительно выходить. Вот это, наверное, самое было страшновато так. Волнительно. Ну, вышла, выступила. Вопросы задавали. Я с девушками познакомилась в Мурманской области. Победительница. Потом с девушкой из Подмосковья тоже. То есть потом из Челябинской области. Потом с города Кировград. Вот это вот Урал, тоже с Урала. То есть очень много девушек. Мы сейчас общаемся с ними, переписываемся. То есть ВКонтакте у нас есть общение. Когда собирались уже уезжать, то есть они сказали, Виктория, мы вас ждем на следующем, встретимся на следующем конкурсе. То есть как бы у них тоже такие намерения, следующий год еще участвовать. Ну, я тоже планирую пока в планах. Тоже пока планы. С сегодняшнего дня в приморских городах начались плановые проверки мостов. Раз в пять лет все сооружения должны проходить паспортизацию. Это требование федерального законодательства. Проверка прочности конструкции и выявление возможных дефектов происходит с помощью груженных самосвалов, которые заезжают на испытываемый пролет. В Анапе испытают мост через Чекон на трассе Крымск-Джигинка. В среду 20 июля с 13 до 15 часов. Рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Анапчан и гостей курорта приглашают на культурное мероприятие. На этой неделе всех желающих ожидают спектакль для детей, фестивальные программы и концерты. 19 и 21 июля на Театральной площади состоятся концертные программы творческих коллективов в рамках фестиваля «Анапа. Республика детства». Начало в 19 часов. 20 и 24 июля в 20 часов в Центре культуры Родины пройдет развлекательная программа шоу гигантских мыльных пузырей. Также 20 июля в Городском театре юных зрителей ждет показ спектакля для детей Краснодарского краевого театра «Кукол. Три поросенка». Начало в 20 часов. 20 и 22 июля на сценической площадке «Ракушки» возле летней эстрады пройдут концерты муниципального духового оркестра под руководством Валерия Степанова. Начало в 18 часов. Приглашаются все желающие. В течение прошедшей недели анапские спортсмены достойно представили наш город на соревнованиях всероссийского и краевого уровня. На курорте прошел второй этап всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на кубок губернатора Краснодарского края. По итогам встреч победили команды Лермонтова, Анапа, Гастагай и Виноградный из одноименного поселка. Победители финального этапа будут выявлены на анапском стадионе «Спартак» 23 июля. Итоги первенства профсоюзов России по волейболу среди юношей и девушек порадовали в двух возрастных категориях. Отличились воспитанники спортшколы «Виктория». Девочки 2003 года рождения заняли первое место, а 2004 оказались третьими. Всего в соревнованиях участвовало более 230 спортсменов. Мы поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших успехов. Внимание! Экстренное предупреждение! По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, 19 и 20 июля местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает соблюдайте меры личной безопасности. Будьте осторожны при передвижении на автомобильном транспорте. Усильте контроль за детьми и пожилыми людьми. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Фондю любит тебя. Субтитры создавал DimaTorzok